Ситуация не настолько катастрофическая, потому что много оборудования у нас производится, много материалов производится, они не попадают в судостроение по ряду причин. Вот я хочу поздравить, на какие причины. Первое, это отсутствие информации и у судоходных компаний, и у проектировщиков, что такое оборудование, такие материалы есть. А вот эта информация должна готовиться изготовителями этого оборудования? А поскольку многие ссылаются на то, что не хватает денег на рекламу, на подготовку технической информации, может быть государство в этом может помочь им? Звучит очень несерьезно. Я могу сказать, почему не востребованного. Потому что, понятно, мат-пакет все-таки формирует не верфь, а ее формирует судовладелец будущего заказчика. И, понятно, он хочет получить лучшие характеристики. И, к сожалению, зачастую наша продукция, и не говоря уже о цене, но он делает некую модель, там цена начальная, экономия, либо добавка на эксплуатационных характеристиках, да, и у нее не получается, то есть модель в пользу наших комплектующих. Вся история. Поверьте, я сам этим занимался. И если была бы возможность, ну, вернее, целесообразность покупать наше, как мне не патриотично, не патриотично это звучит, то мы бы делали здесь. Особенно это, так сказать, было актуально в период, там, ну, до 2007 года включительно, да, когда ничего, хотя два года нужно в очереди стоять за главным двигателем, да, за большие деньги. Ну, в принципе, у нас производится сейчас, допустим, производится и щиты, и светильники, и прожектора, да, там это самое, однако конкурируют и другие компании, да, сами не всегда, только по цене. То есть есть ряд причин. Одна из причин также – это стоимость сертификации. То есть у нас также производятся и двери, и иллюминаторы, и другие вещи, но стоимость сертификации иногда значительно сказывается на… Она одинаковая, что для иностранной продукции, что для нашей? Одинаковая, да. Если, я говорю, если бы хотел поддержать, то, может быть, вот… Вот, к сожалению, с отступлением в ВТО те механизмы, которые мы могли бы применять сейчас, то, скажем, или применяем сейчас, они не будут работать. И еще одной из причин, по которой там не применяют наши, это то, что существуют разные стандарты на присоединение. То есть мы, к сожалению, утратили уже производство арматуры, и практически на всех суда применяется арматура по стандарту ДИН. Значит, мы утратили производство многого оборудования, которое мы вынуждены в любом случае использовать, как сепараторы или другие вещи, в любом случае использовать по стандарту ДИН. И сочетание на одном судне одного стандарта и другого стандарта, это не всегда удобно для судовладельца, и сейчас судовладельцы принимают решение, используя все ДИН на судне. А наши производители не всегда производят, не все готовы производить и по-одину, и по-другому. Я не понял насчет арматуры. Я не понял насчет арматуры. И завод Буревесник, и Армалит, и Аскольд, и КБ Армаз, который в ЦТСС. Вся арматура, которая изготавливается с этими заводами, начиная от запорной, паровой, там всякие разные, используется на всех наших судах? Ну, не на всех, далеко не на всех. Очень далеко на всех. Вот возьмите все суда, которые строятся сейчас в реке Аморе, и где применяется арматура наша? Ну, если не ошибаюсь, Легавыч, поправьте. Красная Сорма, если не ошибаюсь, использует нашу арматуру, или пытается использовать. А так это? Да, я вот могу сказать, знаю, как Верх рассуждает. Да, она получает дикий мат-пакет от заказчика. Дальше она все это собирает и начинает думать, как его удешевить. Начинает искать вопрос, в том числе и в первую очередь в России. Да, и если ей удается это сделать, она начинает убеждать заказчика, что это то же самое. Да, может даже лучше. Вот это происходит именно так, да? Вот, ну, давайте я, знаете, что предлагаю? Понятно, что любое содно это там тысячу, если не десятки тысяч комплектующих, да? То есть невозможно сегодня развивать параллельно все производства. Нужно понимать, где мы можем найти, или где мы должны найти свою компетенцию, да? Да, так, по-крупному. Там не в светильниках, может быть, не самая высокая добавленная стоимость, да? Нужно говорить о двигателестроении, наверное, в первую очередь, да? Там, карматуры, хочу справедливо говорить. Палуты на дороге, да? Мостик, да. Ну, с мостиком у нас тут есть какие-то. Причем это не означает, что мы должны там там микросхемы делать, да? В мире никто этим не занимается, да? Вот, если взять тот же транзакт, понятно, что они комплектующие, там, не сделаны ни за забором, ни на светлане, например, да? Вот, но тем не менее, так сказать, они держат, что называется, это производство, да? То же самое, если взять главный двигатель, там, понятно, что не все делается в рамках одного-два ра, да? Вот, но формирует стоимость именно производитель, правильно? Больше, как бы, назовем. Ваше мнение, да, что делать, какие вот, где наши компетенции? Мое мнение, что для того, чтобы оказаться конкурентоспособными, значит, производить надо больше, чем требуется только на нашей рынке. Поэтому производить оборудование надо под те стандарты, которые востребованы и в Европе, поэтому однозначно надо переходить на диновские стандарты, для присоединения, чтобы быть конкурентоспособными и для поставок в Европу. Ну, это вы говорите о подходах, а я спрашиваю, какое оборудование, вы считаете, могло быть конкурентоспособным? Я согласен, что, ну, две мотивации должны быть для будущего, ну, что называется, производителя комплектующих, да? Первое, достаточно высокая доля внутреннего рынка, да, потребления и возможность, так сказать, продавать на соседние рынки. Но для этого должна быть, ну, что называется, относительно дешевая рабочая сила, да? У нас, к сожалению, так сказать, с этим не очень хорошо, да, поэтому, так сказать, но при этом производство достаточно автоматизировано хорошо, и, да, хорошая производство. Как раз в том, что сейчас у нас еще пока не настолько высокий уровень заработной платы, да, там, и мы можем еще конкурировать за счет затрат на заработную плату. Я могу сказать, у нас высокий уровень заработной платы. Он растет с каждым годом очень быстро. У нас высокий и неконтролированный уровень заработной платы на судостроительных заводах. Мы можем взять только за счет внедрительной новой технологии, которую надо внедрить сейчас, потому что через пять лет уже будет бизнес. Так все-таки какое оборудование, вы считаете, можно производить в России? Вот палубное оборудование мы можем производить, мы можем производить дельные вещи, мы можем производить двери иллюминаторы, мы можем производить сепараторы, фильтры, которые, в принципе, мы производили. Мы можем производить компрессоры. Это все производили, но ввиду спада судостроения в 90-х годах спрос на это упал. Техника не была подведена к тому уровню, который сейчас востребован. У нас очень много применяется дорогих материалов, как титан и нержавеющая сталь, когда в западном оборудовании применяются композитные материалы. Знаете, я что думаю? Что на самом деле вы справедливо. Вы начинали вашу речь с того, что на самом деле у нас много чего производится. Да, просто вы говорите об этом, не знаю. Ну, я уверен, он знает. Вопрос, в первую очередь, в цене. Ну, я пока оставлю качество. Например, там тот же якорь. Производится у нас, Игорь, производится. Вопрос в отсутствии концентрации производства. У нас была большая строительная промышленность. Много их потеряли. Но, тем не менее, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Что такое чуть-чуть? Чуть-чуть – это высокая цена. Когда сидит там финансовый отдел, они начинают там разносить. Одно отдел на три якоря, другое отдел на 33 якоря. Они накладные расходы разнесли, тупо отдали. Вот цена должна быть вот такая. А дальше товарищи с завода пытаются продать за 10 рублей вместо 5 этот якорь. Почему так? Потому что нет концентрации в производстве. Я считаю, что нужно все-таки произвести ревизию производства. Посмотреть, так сказать, я не знаю, какими там методами и кого стимулировать. Посмотреть действительно, так сказать, как мы можем крутить этот производство. Не так, что плохо, на самом деле. Вот вы говорите дельные вещи. Чего тяжело делать? Да просто, да. Просто цена. И сделаем там, наверное, просто. Предложение такое. Определиться, что стратегически важно, и что мы можем поддержать, как действительно трудоемкое производство. И не обязательно все производства должны быть сконцентрированы на крупных предприятиях, в Санкт-Петербурге или в Москве. У нас очень много предприятий, которые это самое. И более эффективно все-таки не создание крупных холдингов, а маленьких компаний по 100-200 человек не будет. Именно комплектующие, если это не двигатели строения, это такие небольшие компании, которые способны администрировать накладные расходы. Там ужматься, расширяться, если потребность есть. А вот по своей номенклатуре вы с какими-то верхами что-то там работали, где были, кому предлагали свои вещи? Я проектное бюро и проектирую для многих верфей. И для верфей в Санкт-Петербурге, и по всей Волге, и Рыбинске, и Расславль, и Сеннадовске. А проектное бюро? УКБ Петербург. Если мы возьмем любого производителя западного арматуры, у них есть каталог, есть все технические характеристики. Надо, чтобы у Армалита тоже было такое же техническое представление и информация о своем продукте, как есть у западных конкурентов. Понимаете, этот каталог должен быть не только у проектантов, это должен быть у судовладельца. А судовладелец должен знать, в каком порту вот этот клапан он может получить. В сожалению, такой информации нет. Мы не знаем даже всей номенклатуры, которую производит Армалит. Где можно найти такую информацию? Я подскажу, где можно найти. На сайте Корабел.ру? На сайте Корабел.ру нет, по одной простой причине, что Армал с этой информацией торгует. Но зато вот информацию о Иконосте или Евро Арматуре, или это самое, можно найти. Не сильно за большие деньги, но у них есть каталог. У Армаза это точно есть все каталоги. А зачем, как они хотят попасть в судостроение, если они вот эту информацию не предоставляют никому? Армазу все равно сколько Армалит продаст. Так же самое не добиться? Армаз обладает технической информацией. Он собрал ее в каталог и продает по 5 тысяч рублей. Я говорю, слушайте, ребята, давайте мы ее сейчас переведем в электронный вид. У нас по стране. Они говорят, а зачем мне это надо? Я буду продавать по 5 тысяч рублей и буду жить. Я говорю, так тогда Армалит будет больше денег зарабатывать. А мне какая разница, да Армалит? Армалит частное предприятие, там сидит владелец. Я казенное предприятие, ну тогда еще казенное, ну не казенное, а в букву. Значит, в рамках СНЮТС. И вот тебе недостаток информации. У Армалита есть сайт, но на этом сайте, кроме того, что их посетил глава района, хрен чего найдусь, это грубое слово. А если говорить об Армалите и гражданском судостроении, то Георгий прав. Значит, военное судостроение, нет вопросов, военное судостроение действительно знамя Октября. Но в гражданском судостроении, ну пришлось бы тоже немножко от посталкивать. Испания не дает болезнь, это же караулы, это же караулы и буревестник. А буревестника-то вовсе нет. Ну вы когда были в последний раз на буревестнике? А, нет. Ну, а плаш, что вы? Что съедите в качок? Ну, да, я прям достаточно прибыль. Да, я прошу прощения, мне надо идти. 50 минут для остатки. Так, давайте сделаем, если у кого-то есть оперативные вопросы к Виктору Александровичу, задавайте.